Все равно, когда проходят чередою Здравствуйте. К нам в студию на программу мы стараемся приглашать людей, которые нам интересны, с которыми любопытно поговорить, пообщаться, повспоминать. Приходят люди среди них, которые живут с нами рядом, которые ходят по одним улицам с нами, которые работают рядом с нами. А приходят люди, которые, что называется, разлетелись из родного гнезда и нашли себя в других городах и весях. В любом случае, со всеми интересно поговорить и вспомнить обо всем, что было. Как пелось в одной известной песне «Не дай вам Бог хоть раз взойти на сцену с той стороны, где дверь, служебный вход». Наш сегодняшний гость не только на сцену ходит через эту дверь, но и вообще в театр заходит исключительно в свой родной театр, исключительно со стороны, где надпись «Служебный вход». Давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, сегодня у нас в гостях актер МХАТа имени Горького, народный артист России Михаил Вадимович Кабанов. Михаил, рад тебя здесь приветствовать. У нас в студии. Дотянусь, пожму руку. Прежде чем начнем вспоминать, прежде чем будем смотреть какие-то видеофрагменты и слушать кое-какие сюрпризы, которые мы заранее подготовили к нашей сегодняшней встрече, каково это, вот чувствуешь ли ты какое-то сходство с тем, как бы это сказать поточнее, с тем мальчиком, который дошел и организовал МГУ в свое время, да, из села, я имею в виду Ломоносова, да, из Архангельской губернии. И ты, который появился на свет в Стародубском районе, закончил Миленскую среднюю школу и в конце концов оказался и покорил, продолжаешь покорять, скажем так, столицу. Каково это? Нормально. Я вот сейчас посмотрел фрагменты некоторые, и вот в каждой из этих вот ролей, которые там были, или каких-то выступлений, или моих каких-то там, я все равно вижу своих учителей. Я даже для меня странно. Я смотрю там Виктора Ивановича Коршунова в друг раз, потому что, ну, наверное, это свойственно и нашей профессии во многом, что все равно мы, имея как бы и свои корни, все равно копируем своих, тех людей, которых мы уважали, которыми гордились. Даже, наверное, не то, что копируем, а просто, ну, и не то, что подражаем, нет, а просто как-то держим где-то в подкорке. Да, все равно мы впитали их индивидуальность, что ли, такую какую-то, манеры какие-то, потому что, ну, без этого нельзя. Я когда-то, смотря даже спектакли Марка Захарова, я в друг раз где-то Марка там узнаю, смотрю какие-то спектакли. Так что и в Малом театре так же самое, и в Амхате. Это, наверное, великая традиция, это интересно, и это не запрещается. Как хозяин со временем становится похожим на собаку. Может быть. Вот есть такое. Ну, я помню, мой великий учитель, я очень им горжусь и всегда его помню, Евгений Михайлович Фридман, который был одним из первых моих педагогов здесь, в Брянске, когда я учился в театральном училище. Вот он говорил, что воровать у гениев не грех. Поэтому, конечно, воровство, слово, может быть, не самое лучшее, но, тем не менее, это интересно, и, во всяком случае, это для начинающего артиста, это всегда, я думаю, что какой-то такой припек, что ли, будет. Поговорим мы еще и о Фридмане, конечно же, и для начала я просто предлагаю, по установившейся у нас традиции, посмотреть твою визитную карточку. То есть мы постарались в одну минуту экранного времени вместить все твои жизненные, назовем это громким словом, вехи, и жизненные, и творческие. Давай посмотрим, что получится, может быть, мы где-то ошиблись. Итак, визитная карточка Михаила Владимировича Кабанова. Михаил Владимирович Кабанов родился 11 ноября 1957 года в деревне Суховерхово Стародубского района, знак зодиака «Скорпион». Мама работала дояркой на ферме, учился в Миленской средней школе. Кстати, литературу у Михаила преподавал Василий Титович Богомас, который часто выгонял его из класса за плохое поведение со словами «Тебе надо идти в артисты». Миша действительно пробовал демонстрировать свои актерские способности, правда, пока что на сцене сельского клуба. В 1976 году был призван в ряды вооруженных сил. Отслужив срочную, поступил в Брянское культпросветучилище на театральное отделение, где молодых студентов обучал актерскому мастерству Евгений Фридман. В 1980-м был принят в труппу Брянского драмтеатра. В 1984-м Михаил Кабанов поступает в театральное училище имени Щепкина. По окончании его он становится актером МХАТа имени Горького. За 30 с лишним лет Михаил Владимирович сыграл роли в спектаклях «Гамлет», «Три сестры», «Зойкина квартира», «Школа злословия», «Мастер Маргарита», «Вишневый сад», «Униженные и оскорбленные», «Белая гвардия», «Полоумный журден», «Последний срок» и многих других. Закончил ГИТИС по специальности режиссура драмы, поставил в спектакле «Мой бедный Марат», «Жорж Данден», «Особняк на Рублевке». В 1996-м году Михаил Кабанов получил звание заслуженного артиста России, а в 2007-м ему присвоено звание народного артиста. Были ли какие-то неточности? Ну, практически все довольно точно, только еще одна неточность была в том, что я вначале поступил в культурно-просветительное училище, и там педагогом у меня был Владимир Кузьмевич Вещиков. Это очень великий, я еще обожаю этого человека, который очень много мне дал. Я приехал из деревни, мне, конечно, было тяжело, и вот первым, с кем я встретился по-настоящему творческим человеком, он в свое время закончил Щукинское театральное училище. Азы, азы, да, азы первые были это вот у него, а потом уже получилось, вот я поступил в Брянский драмтеатр, да, и вот открылся как раз в это время ТЮЗ, и открылось отделение. Мы вот тоже об этом поговорим, вот ты сказал, что приехал из деревни. Так, вот я всем, кто приходит ко мне на передачу, все, что было, недаром она называется, я всем задаю один и тот же вопрос. Какое у тебя было, Миш, первое воспоминание детства, самое, это может быть зрительный какой-то образ, может быть какой-то обонятельный, да, образ, если так можно выразиться, какой-то запах, какой-то видеосюжет, как бы сейчас сказали, да. Вот самое первое впечатление детства, деревня, Страдубский район, что именно там запомнилось? Больше всего, наверное, запомнилось. Я пас коров, у нас огромное стадо было, мать работала на ферме, и я, так как надо было немножко и подработать, и матери помочь, я пас коров. И мне всегда снились сны. Во время того, как ты пас, нет, даже во время этого и после этого, и перед этим, я думаю, почему я пасу коров, сколько же я буду пасти коров? Детство, оно идет медленно почему-то, оно как-то растянуто, каждый год кажется, как сейчас, десятилетие. Я долго пас коров, думаю, ну пора уже уезжать из деревни, думаю, ну сколько же я буду пасти коров? Хвосты крутить. Сколько буду хвосты крутить? Ну, оно же, наверное, когда-нибудь я уеду отсюда или нет, или я вот всю жизнь не буду. И я, кстати, довольно поздно поступил уже, с армии пришел и поступил в театральный институт, довольно понял, там уже таких, как я, не было, нам пришлось сократить там мне возраст поджать, да. Я 27 лет, я поступил только в театральный институт, хотя там берут до 25, но, в принципе, до 23 уже позже не берут. Ты имеешь в виду ГИТИС, да, уже? Нет, нет, не ГИТИС. Здесь у нас? Нет, это школа малого театра, я поступил в Щепкинской театральной. ГИТИС это потом? Да, ГИТИС это я уже потом был народным артистом уже поступил, да, в ГИТИС, именно в Щепку, поэтому... А давно ты был в Суховерхово, как она правильно называется, деревне? Суховерхово. Суховерхово. Давно ли ты там был? Я постоянно каждый год туда езжу, я не могу, это моя родина. Есть там кто-нибудь? Сохранился или просто... Нет, там уже, наверное, не сохранилось, там все сохранились только на кладбище, я туда хожу, прихожу как на родную такую, и чтобы повидаться со всеми, это только вот осталось такое место. Хорошо, когда сделаны еще памятнички, и есть фотографии, и я помню всех своих земляков, я прихожу туда с ними, здороваюсь, и мы только общаемся там, потому что деревня практически очень мало осталась. Там молодежь, которая осталась, она уже выросла, потому что я уехал оттуда больше 40 лет, и... Но каждый год, я еще не пропустил ни одного года, чтобы я не поехал туда и не был, там остались еще мои друзья, в Стародубе живет там мой друг Володя Голынский, замечательный человек, который меня встречает, у которого я останавливаюсь, с которым мы говорим о деревне. Миша, а с чем связано, что отец нынешнего нашего губернатора, Василий Ситович Богомаз, тебя выгонял из класса, что уже в классе ты что-то показывал, какие-то миниатюры, ну, обязательно в любом классе, согласись со мной, да, где бы ты ни учился, в деревне или в школе, есть свой, ну, как бы это сказать, я думаю, безобидное такое прозвище, классный шут, да, или какой-то актер есть, и у нас тоже был такой, который вот достаточно ему палец показать, и весь класс начинает смеяться. Ты относился к этому человеку, за что он тебя выгонял-то? Ну, вот так, наверное, и было, к этому, наверное, вы точно определили, Алексей, вот как действительно так, наверное, и было, потому что мне было скучно сидеть на занятиях, хоть и литературу, я очень любил литературу, ну, книжки, это самое, ну, святое для меня, что было, потому что, ну, кино можно было еще сходить там, посмотреть, и все, я только через книги и через кино могу узнавать мир окружающий, что есть еще города, что есть троллейбусы, что есть все. А с Василием Титовичем, конечно, это уникальный человек, замечательный. Я приходил, допустим, у нас холодно было в школе, мы сидели зимой в куртках сидели, и я так что-то начал, он говорит, Кабанов, что случилось, почему там прыгаешь? Я говорю, Василий Титович, я говорю, вот у меня, тут заяц, надо его выгулить. Какой заяц? Я ему показывал шапку свою, говорю, вот видите, вот надо срочно, говорю, вот его там. И, в общем, все почему-то обращали на это внимание, что это, в общем, не шапка, а живой заяц, и мне срочно надо его выгулить. И это ты не видел Марселя Марсо, да? А показывал уже какие-то мимические такие. Да, я уже показывал какого-то зайца, и, в общем, начинал бегать с ним по классу, догонять этого зайца, и Василий Титович бегал за мной, и, в общем, с трудом меня выпораживалось скраться. И это повторялось, если не заяц, то еще что-нибудь какая-нибудь птичка пела, или я из хлеба лепил какие-нибудь, мы же там, у нас буфетов не было, у нас особо. Да, есть был магазин, в котором мы, ну, мать даст там 10-15 копеек, я мог купить буханку хлеба, допустим, и, конечно, за перемену я не смог буханку хлеба съесть. И горбушку мы всю съедали с друзьями из-под парты во время занятия, а, значит, хлеб этот мякиш оставался, и мы, значит, лепили из него всевозможные приспособления. Вот. Ну, вот так, за это тоже меня выгоняли из класса. Часто приходилось, даже требовали, чтобы мать пришла, потому что надо было им рассказать о моем поведении. Ну, в общем, вот так вот было, не все было. Понятно. А вы хотя доброжелательные были отношения. И действительно, он мне говорил, и я это помню, и я ему верил, но я относился к этому с юмором. Я не думал. Я думаю, что если бы я не был артистом в какой-то вот именно в профессии такой, которой я определилась, то, наверное, я бы все равно был бы артистом в какой-то другой. Мне все равно было смешно, интересно. Я любил... Творческое начало присутствовало, что называется. Да. Я вот вам скажу еще, простите, что это самое... У нас ведь пели песни там. Там вот всю жизнь, сколько я помню, деревня была переполнена песнями. Вот все пели. Вот встречались даже не по праздникам. Просто встречаются люди, и почему-то они пели. И всегда пели круглосуточно. Я уже учась в Москве, работая в Москве, я приезжал. И у нас собираются обязательно в мой приезд, обязательно собираются все старухи. И все, ну, до разрыва души они все поют песни. И действительно, песни замечательные. И они вот вошли в меня каким-то таким, ну, необыкновенным творческим, что ли, сознанием, багажом. И я до сих пор, я безгранично люблю песни. И когда вот услышал в вашей передаче вот... Лещенко. Лещенко, моего любимого певца, которого я тоже вот собирал когда-то и пел, и любил. Абсолютное очарование, конечно, этого голоса. Удивительно, кто не пытается сейчас спеть, это бесполезно. Бесполезно, настолько он тонко, душевно, чувственно. Я пообещал сюрпризы. Давайте посмотрим первый из них. Я уверен, без всякого лицемерия, каждый стародубчанин вами гордится. Я искренне рад, что судьба познакомила нас. Как сейчас помню, было это 5 марта 2014 года. На тот момент мне было 39 лет, и к своему студу я ни разу не был в театре. Находясь в командировке в Москве, вечером нечем было заняться. И наши общие друзья посоветовали мне обратиться именно к вам, посетить театр МХАТ имени Горького. Помню, был спектакль, это первый мой спектакль, «Мастер и Маргарита». Спасибо вам за места в портере. Я видел, как прекрасный спектакль, и как летит, выражаясь театральным языком, стружка. Получил массу впечатлений. На следующий день был спектакль «Ромео и Джульетта». И вот, как наша молодежь сейчас говорит, зацепила. С тех пор я посетил более десятки спектаклей и в разных городах нашей страны, и не только, и за рубежом. Познакомился с коллективом Брянского театра драмы имени Алексея Константиновича Толстого. Коллектив замечательный. Я не пропускаю ни один спектакль, но это не это самое главное. Самое главное, что Брянский театр драмы стал частым гостем в нашем городе. И таким образом людей, которые открыли для себя театр, именно благодаря вам, Михаилу Владимировичу, стало значительно больше. От души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, творческих успехов и как можно больше хороших ролей. Спасибо, Дмитрий. Замечательно сказал. Действительно, он приходил. Можно сказать, что ты ему дал путевку в театральную жизнь. Нет, но это ведь в душе человека должно быть. Вот есть люди, которые там приходят, и есть люди военные, которые приходят. Вот этот человек пришел, действительно посмотрел спектакль, и его по-настоящему именно творчество зацепило. Зацепило, как он сказал. Да, это хорошее слово. Хорошо начал как. Лучше не придумали. Сразу начал начинать знакомство с театром с мастером Маргариты. Это, в общем, достаточно сложно. Вы знаете, что Иосиф Виссарионович Салин в свое время, он любил посещать художественный театр, смотрел спектакли определенные. И я вот еще по истории, знаете... Белую гвардию любил. Да, Белую гвардию, да, не Турбиных, тогда она называлась. Да, да, да. Вот, и, значит, великий французский король Людовик XIV, король Солнца, он ведь очень любил труп Мольера. Смотрел его, хотя там различные уже были истории. Но почему, вот у него спрашивали, почему вы смотрите? Он ведь, ну, как казалось бы, такое лицедейство. Но он говорит, я, говорит, учусь управлять людьми. Вот подсмотрев, как артисты воздействуют на зрительный зал, как они общаются, как между собой, и что это за воздействие, вот эту мудрость, это великое дело, чтобы научиться управлять людьми. Я думаю, что вот главе нашего Стародубского района было, конечно, интересно вот это подсмотреть, увидеть. И я думаю, что он действительно достигнет. И еще, я тебя слушаю, и мне такая мысль пришла в голову, вспомнил, да, как говорил наш нарком просвещения Анатолий Луначарский. Его знаменитая фраза «Актеры – это шуты, его величество народа». А шутам всегда дозволено говорить правду, да, всегда все короли дозволяли говорить правду. И потом короли на это смотрели, и как худо-бедно, но они это впитывали и учились чему-то, правильно? Я думаю, есть тут какое-то зерно. Так, мы придемся сейчас на рекламу, после чего продолжим нашу программу «Все, что было». Обо всем, что было, мы продолжаем вспоминать с народным артистом России Михаилом Кабановым. Я хочу с тобой по душам поговорить. Ведь целый месяц, пока вся эта кутерьма шла, звукали-сказали друг другу, словом не перекинулись. Все на людях, на людях. Пока хозяйки нет дома, хозяин проматывает все свое состояние в компании с какой-то развеселой дамочкой. Уже любовной жаждаю вся грудь моя горит. И вспрыгнуть щепка каждая на щепку норовит. Рукописи, рукописи не горят. Наша с тобой жизнь давно кончилась. Одна кончилась, другая начаться может. Зачем? Прошло все, да и дочка уж без тебя выросла. Да, и не признал ее сразу. Уходи отсюда, уезжай, пожалуйста. Жестокий ты человек, Ксения. Своё видишь, а до других тебе. Никакого дела. Мы даже разыскали фильм далеко-далече. Вообще у тебя не сложился, я так понял. Не сложился, да. Есть несколько фильмов, которые не вышли, как ни странно. Не вышли. Это «Русские богамы». Хороший фильм был. Действительно. Но, правда, я там не совсем положительного героя. Да, это не суть важная. Был же еще и «Сыщик», да? Да, «Сыщики». Это сериал. Но тоже такой вот. Хотя с Усковым это такой, и режиссер много снял. И «Вечный зов» у него. И мы творчески с ним. Он в театре у нас и спектакль ставил. И мы все с ним мечтались. Мишка, тебе надо сниматься. И, в общем, как так, сто процентов мы с ним снимем. Здесь же тоже далеко не положительный герой, по-моему. Такой приходит. Да, да, да. И с тюрьмой такой. Потяня, вернувшаяся. Но, тем не менее, так вот не сложилось. Но я очень много был занят в театре. И мне, к сожалению, все предложения, которые поступали, приходилось отказываться. Потому что, действительно, я исполнял не только там какие-то творческие задачи, но еще и такие, что ли, по устройству театра такого. И репертуар, и все. Да, административные. Если так можно сказать. Ну, хорошо, мы вернемся в Брянск сейчас и поговорим о студии, о которой нас слышен, о том коллективе, которому руководил, когда вас обучал именно Евгений Фридман. Увы, уже ушедший. Да. Это уже, у тебя уже сложилось, в принципе, вот такое желание, какая-то необходимость все-таки идти в театр. Ты уже себя вне него не видел. И все-таки мне хотелось бы, прежде чем поговорить об этой театре-студии, или как там называть лучше это вот, объединение, возглавляемое Фридманом, мне бы хотелось задать вопрос один. Пометуя о том, что строчку Владимира Семеновича Высоцкого, помнишь, знаменитую, значит, нужные книги ты в детстве читал, да? Вот, и поэтому, были ли, вот ты упомянул про книги, о том, что без книг ты себя не мыслил, да, вот какие-то фильмы и книги. Были ли какие-то, вот с чего ты начинал, что, по-твоему, повлияло на тебя из книг прочитанных, или из фильмов увиденных в детстве еще? Не, ну, раз мы сказали о Евгении Михайловиче Фридмане, это действительно педагог, который, в общем, поменял наше сознание. У нас был курс такой набран для ТЮЗа, 35 человек, 36 где-то было. А осталось? Осталось 6 человек, 6, вы представляете, то есть 30 человек, и это благодаря его, так сказать, воле несгибаемой и видении, что вот эти, он нам откровенно говорил, и тем людям, которых, так сказать, отчислили, он говорил, я, так сказать, могу сделать все, чтобы получить диплом, но это самое худшее, что я для вас сделаю. Вы будете самыми несчастными людьми, потому что в профессии по-настоящему вы реализоваться не сможете. Вот. А те 6 людей, которые вот остались, ну, к сожалению, не все до сих пор, так сказать, кто-то уже ушел из этой жизни. Вот. У кого-то жизнь сложилась по-другому, более в семейную сторону шла. Ну, вот есть замечательная актриса Светлана Малькина. Она здесь вот, моя однокурсница, любимая, потрясающая, уникальная, интересная. Я считаю, что она тоже до конца, вот еще, она может очень много сыграть. Она в творческом таком находится потенциально большом, и всегда на нее делались большие ставки. Она всем всегда нравилась. Человек с необыкновенным обаянием и с харизмой хорошей. Я ее очень уважаю, ценю и считаю, что она очень много сыграла и может еще очень много сыграть. Вот такая замечательная актриса. Но Евгений Михайлович, вот если уже говорить о книгах таких, он действительно заставлял нас. Он же дал список вам, да? Да, он давал нам списки обязательные к прочтению, обязательно. Он закончил все-таки школу, великую школу, был гитмик, закончил. У него великие преподаватели, педагоги были. И он требовал не меньшей от нас отдачи и не меньшего знания всего, и литературы, и музыки, и театра. Мы ездили, приезжали в Москву, смотрели спектакли. Это одно из требований было, что мы все знали, все. Мы ходили по музеям. То есть все, у нас Москва, практически мы не вылезали из Москвы в свободное, в каникулярное время. Поэтому требования были необыкновенные. Вот, вот о чем я все время говорю, беседуя с нашими нынешними звездочками, которых я не звезды называю, а звездочками. Когда я у них спрашиваю, ну, что, почему вот такое происходит? Почему такие сериалы наводняют наши экраны, которые посмотрел и забыл, которые пишутся по... И вывод тут может быть только один. Это отсутствие школы. Это самое, по-моему, это вот самый кривоугольный камень. Отсутствие школы. Да. К сожалению, это так. К сожалению, так. И просто каким-то наитием паренек из деревни приехал, самобытный какой-то. Этого мало. Все равно должен быть человек образованный, интересный не только для... Ну, так сказать, интересный для своей деревни. Это одно. Но когда ты поступаешь на сцену такого замечательного, великого, прекрасного театра, как Брянский государственный, Ордена Трудового Красного Знамени, конечно... Имени Алексея Константиновича. Тогда еще не было. Да, еще не было, да. Тогда еще не было. Это позже немножко. Потом осталось БДТ. Да, БДТ. Тогда еще БДТ. Там потрясающие актеры были. Потрясающие, изумительные актеры. Я даже не хочу их перечислять. Вы в своих передачах о них говорите. И я встречался с Валерием Прохоровым. Вы знаете, замечательный комедийный актер. Я настолько был восхищен его талантом. Когда я приезжал, помню, в Москву и приходил в другие театры, я думаю, Прохоров бы, наверное, вот эту комедийную лучшую роль бы сыграл. Даже я помню картины «Московской жизни», где он играл там потрясающую роль, где вот ваша мама играла там изумительно характерные, остро характерные роли для такой вот, казалось, героини. Она меня потрясла с этими бусами, которые у них были. И она так, ну, изумительная. Я не знаю, я вот у них учился тоже. Вот для меня ведь это была, ну, вот великая школа этого Брянского театра. Я вообще считал их всех небожителями какими-то. Я на них молился, и для меня было счастье выходить вместе с ними на сцену, хотя я выходил в каких-то эпизодических, маленьких ролях. Но для меня это было удивительное. Просто знакомство, общение с ними, это было потрясающе. Когда я увидел, помню, картину «Московской жизни» вот там с великим артистом Витцином, я смотрел, думаю, тут Прохоров бы лучше, наверное, сыграл. Потому что он настолько был убедительный, настолько трогательный, настолько искренний. Ну, а это немножко, ну, такой дурачок-простачок, и все. В Прохорове было, вот он мог еще драму, прикольно. Ну, может, трагедия и комедия, все рядом. Вот это вместе, это великое, это великое, вот, лицедеев, наверное, если так, это сочетание комедий именно с драмой, именно с трагедией. Когда траги-комедия, тогда она трогает еще сильнее. Да, я была, тут как раз сидела его жена Маша Прохорова. Мы делали программу, посвященную, все, что было, посвященную его памяти, как раз какая-то годовщина была. И она вспоминала, как он был на съемках фильма, где он работал вместе с Михаилом Ульяновым. И когда операторы, помощник режиссера, они стояли совершенно на столбине после его монолога, и потом просто подходят и говорят, где вы его взяли? Потому что это действительно сразу класс такой чувствует. Замечательно, уникальный артист. Мы встретились с ним в Москве, я его приглашал на наши спектакли, он в соседнем театре работал, но, к сожалению, он довольно быстро ушел. Да. Вот, к сожалению, вот почему так? И вообще вот Эмо Цепорова, они настолько отдавались, настолько преданные своей профессии, настолько одухотворенные люди были, что вот как-то так судьба сложилась довольно быстро, они ушли. Михаил, давай посмотрим еще одного человека, сейчас увидишь, который расскажет еще об одном таком кусочке твоей жизни, который ты провел в Брянском Чузе. Мне довелось с ним играть только один спектакль. Два клёна шварца. Делал спектакль педагог Ярославского, тогда еще театральное училище, Куган. Я играл Бабу-Ягу, а он играл старшего сына Василисы. Работа была довольно забавная, потому что впервые на моей практике, а я только-только начинал тоже работать, для меня это роль Бабы-Яги, а для него, в общем, деревенского русского парня. Было замечательно, интересно, забавно. Даже пришлось нам побиться сначала на палках, потом на мячах. Но, естественно, кто одолевает нечистые силы, естественно, русский деревенский парень. Немного он у нас поработал, но, тем не менее, я с удовольствием вспоминаю эту работу. Ну, а мне остается пожелать только ему творческих удач, еще раз побед. Вот что значит сцена Брянского театра юного зрителя. И вообще сцена Брянская. Он народный, и я народный. Это приятно. Да, я помню этот спектакль, замечательный, Коган действительно поставил. Меня пригласили, у них, по-видимому, такого артиста не было в тюзи, они пригласили меня на разовое исполнение этих ролей. Вот, и мы ездили на гастроли, и я помню, действительно, мы... Он мне попередавал, у меня роль там поменьше была, он мне какой-то там текст-то понадавал, где-то там убирал каких-то других персонажей, и мне пришлось там Иванушку этого играть и сразаться мечом с Бабой Егой. Это был трогательный спектакль, и мы по всей Брянской области его повезли и показывали. Да, это же, наверное, застал время, когда там в тюзи еще и Марчелли был, да? Да, это Марчелли был, да. Это вот как раз первый такой самый... Брянский театр Кузницы Кадров. Да, Кузницы Кадров. Были набраны очень хорошие актеры. Из ГИТИСа набраны, из Ярославского театрального училища. То есть тюз открывался такими... То есть замечательными школами, что ли, вот так вот были представлены. Ну и, естественно, мы там тоже участвовали. Наш выпуск немножко позже. А они первые, то есть открывали они... Вот и, так сказать... И Довогленов в том числе. Да. Хорошо, ну сейчас перенесемся уже в Москву. Москва – это прежде всего, я думаю, с чем у тебя ассоциировался МХАТ имени Горького, это, конечно же, с Татьяной Васильевной Дорожиной. Да, конечно, несомненно. И как она тебя приняла? Как... Потому что по рассказам и людей, которые с ней работали, и которые работали когда-то в театре, вынуждены были уйти, или остались там, прижились, но, тем не менее, все говорят о том, что характер у Татьяны Васильевны, вот прямо на нее посмотришь, и это видно, да? Да здравствует королева Виват, это была ее старая-старая пьеса. Вот она вот такая вот и осталась навсегда. Характер «Не приведи Господь», что называется. Так оно и было. Как она тебя приняла, как тебе удалось с ней, так сказать? Нет, я могу сказать, что Татьяна Васильевна, она, конечно же, у нее есть свои предпочтения к чему? К правде сценической. У нее великая школа, великие педагоги были. Она сама сыграла, у нее великий опыт. И она относилась к людям только как к творческой единице, к творческой личности. Вот это первый для нее критерий. У нее не было любимцев, которые бы... Ну, просто вот, ну, мне нравится человек просто, и все. Но, скорее всего, это был человек состоятельный на сцене, с которым она могла бы работать, который мог работать с другими режиссерами, которых она приглашала. И это чаще всего было так. Конечно, она была безгранично требовательна, безгранично строга к любому проявлению фальши или несерьезного отношения к делу, потому что это тоже очень важно. Поэтому с ней было и тяжело, но в то же время и... Очень интересно. Да, интересно. И творчески это всегда окрыляло. Вот я обратил внимание... Тебе на сцене тоже с ней довелось работать. Я обратил внимание на то, что к Татьяне Васильевне Дорониной разнится настолько отношение у людей, в том числе и у актеров. Либо это всепоглощающая любовь, либо это абсолютное неприятие. Кто-то говорит, что... Ну вот есть такие, да? Есть такие у нас люди в театре и в кино, которых либо любят, либо ненавидят. Это дивы. Это могу отнести туда. И ту же Ренату, например, Литвинову, которая либо одно, либо другое. Кто-то считает, что она манерная, как Доронину считает. Та же Юлия Борисова, многие, которые не переваривают ее голос, а некоторые боготворят. То же самое и с Татьяной Васильевной ведь. Да. Тоже у нее вот так вот. Либо любовь, либо неприятие такое. Тем не менее, она сейчас президент МХАТа имени Горького. И сейчас мы, Михаил, еще раз прервемся, и затем продолжим вспоминать обо всем, что было. Продолжим говорить о твоих ролях. Теперь уже на сцене МХАТа имени Горького. Все, что было, все, что ныло, все давным-давно уплыло, ныло, ныло. Актер МХАТа, народный артист России, Михаил Кабанов у нас в гостях, и мы вспоминаем обо всем, что было. Сегодня я утром заговорил с его высочеством. Друг он мне говорит. Акчам синшала Мустафа гиделу амманахам варахани усшери карбулат. Прямо так и сказал. Совершенно этими словами каково. Король норвежский благодарит и сам желает благ. Узнав от вас, как он обманут был племянником, он Фортенбраса вызвал, тот получил головомойку и дал раскаясь клятву никогда отныне на данью не поднимать оружие. На радостях растроганный старик дает ему три тысячи годичных и право двинуть набранных солдат в поход на Польшу. Это дело в шляпе. Я прошу вас извинить меня, но в пылу нашей беседы я действительно забыл представиться. Что страшного? Специалист. Специалист по черной магии. Профессор Воланд. Брянские зрители увидят и Воланда в своем исполнении. И Журден. Журден, я так посмотрел по афише на сайте МХАТа, посмотрел, что ты переиграл там вообще практически все роли. Да, во-первых, спектакль идет очень долго. Он 30 лет. Практически я пришел в театр, там уже шел этот спектакль, потом немножко был доработан Татьяна Васильевна, переделан, даже довольно сильно был переделан Татьяна Васильевна, восстановлен, добавлена была музыка. И, в общем, вот он зазвучал и с тех пор, 30 с лишним лет, вот он идет на нашей сцене. Это легкая, веселая комедия, о заигравшемся, что ли, человеке, который... Комедия положения типа чего? Да, свойственна нам всем, что мы можем себя представлять кем угодно, и, в общем, и маркизом, и, в общем, заигравшемся человеке, который в результате приходит к такому трагическому финалу. И у нас вот замечательный артист, который играет главную роль Журдена, вот, и он способен, вот, и как раз мы о предыдущем говорили, что способен совместить комедию с трагедией, и когда это происходит, и до зрителя это доходит, то это получается замечательный спектакль, и он у нас идет всегда с переполненным залом, и, в общем, пользуется большим успехом этот спектакль. И до сих пор вот мы его поэтому держим в репертуаре, и до сих пор он не снят с репертуара, потому что, в общем, пользуется таким успехом. Да, Булгаков. Ну, расскажи еще что-нибудь о, так сказать, встречах на сцене, в том числе с Татьяной Васильевной Дорогиной. Ну, Татьяной Васильевной, конечно, во-первых, я как только пришел, был спектакль «Вишневый сад». Первый был поставлен Данченко, это режиссер такой с Украины, замечательный режиссер. Я играл там Печу Трофимова. И, естественно, Татьяна Васильевна исполняла роль Раневской. Я вот перебью. У нас был фрагмент, любительская запись того спектакля, я даже не смог его вставить, потому что снято очень далеко, очень плохое качество, и пришлось пожертвовать этим. Ну, и здесь вот я смотрю, у вас тоже любительский. Любительский. Почему? Вот хотел спросить, кстати, тоже опять же перебью. Почему? Что во всех театрах, тем не менее, художественные руководители или режиссер, или директор, ну, всегда они как-то ратуют за то, чтобы спектакли остались на пленке, потому что это тот самый случай, когда рукописи не горят. Да. Да, сохранено. А я искал-искал спектакли, практически, «Махата» имени Горького, только существуют в каких-то фрагментах. Ну, это все любительские записи. Дело в том, что вот это, говоря Татьяне Васильевне, у нее требования завышены, она считала, если снимать спектакль, то это должно по всем законам современной технологии и должно быть сыграно не вот как, вот вы же видите здесь, так сказать, с первого ряда там снимается. И я даже смотрю, какой я неубедительный при этом, мне кажется, но ведь мы работаем, это на 1350 мест. Не знаю. Это огромная такая подача и посыл такой огромный, потому что там зритель сидит вот в конце зала, и он тоже заплатил деньги, и ему хочется хотя бы все, если что-то он там не видит, мимику, но хотя бы услышать, что артист говорит, понимаете, поэтому мы работаем здесь действительно с таким, что ли, избыточным посылом с такой вот мощью. А Татьяне Васильевне, когда я возвращаюсь к Вишневому саду, тогда вот это первая моя встреча с ней была, она играла Раневскую, изумительный, потрясающий спектакль, и, к сожалению, он сейчас не идет на сцене, но я надеюсь, что мы его возобновим со временем, вот потому что такое сокровище терять нельзя, хотя нет Татьяны Васильевны, но у нас была другая исполнительница, замечательно тоже играла роль после Татьяны Васильевны, вот. И вот эта первая моя встреча была с Татьяной Васильевной на сцене, в довольно большой сцене, но я вам скажу, с ней играть очень легко, вот, с Татьяной Васильевной вообще существовать, вообще с хорошим артистом на сцене, существовать легче, чем... Спасибо. Когда приходится работать с ней, вот, да, когда приходится вот что-то, вот с Татьяной Васильевной было легко. Я помню потом, мы довольно часто с ней встречали на сцене, И я вот помню, ну, такая, казалось бы, небольшая роль Буланова в лесе. Я играл Буланова, она, значит, Гурмышевскую. И у меня там небольшой такой налог, где я там ей что-то объясняю. Она говорит, Мишка, это твоя сцена, давай ты веди. И она так отходит в сторону. Давай уйди, это твоя сцена. Она куда-то уходит, мне неловко. Ну, как, Татьяна Васильевна должна быть где-то в центре. Я там, ну, где-то сбоку подыграю там немножко. Зачем все пришли, зрители, на Татьяну Васильевну, что я такой артист. Если только начал службу в театре. Нет, это твоя сцена, вот ты веди. Вот такое было доверие. Ну, и как режиссер, конечно, у нас с ней были, вот когда она как режиссер, той же самой Белой гвардии. Это великое дело, где, понимаете, вот с великой актрисой, когда даже, может быть, не знаю, какой-то режиссерской концепции, там сверх какой-то такой, что ли, современной нет. И никогда не было, и никогда она к этому не стремилась. Но то, что она разбирала роль по одному слову, и даже не по одному слову, а по одной букве. По жесту. Да, и каждое понятие, что ли, у нас было несколько вариантов. Я мог выйти и сыграть, ну, пять вариантов. Это минимум любой сцены, понимаете. И я уже, когда мы приходили к премьере, то уже, так сказать, Татьяна Васильевна могла отобрать любой вариант или сказать, нет, давайте мы здесь так, здесь так, здесь так. То есть она, конечно, великий мастер, великий художник и великий, я вам скажу, режиссер. Именно психологического такого вот реалистического русского театра. Я, я не знаю, это мое великое счастье, что в моей творческой жизни появилась Татьяна Васильевна, потому что действительно я пришел именно к ней и работал всю жизнь, 30 лет только с ней. И это, повторюсь, наверное, действительно моя гордость и великое мое счастье. Реалистический театр, о котором ты упомянул, тебе не кажется, что ему медленно, но верно он идет к финалу? Потому что то, что мы сейчас видим, и не приведи Господь, что нам придется это увидеть и в таких, в театрах, которые являют собой основу театра реалистического именно, которые ведут начало еще до революционных времен, того же Малого театра и того же МХАТа имени Горького. Может ли такое случиться, что по сцене запрыгают в обнаженном виде Евгений Онегин с Ленским и так далее, чему свидетелями мы уже являемся? Может, может, да, всякое может быть. Но вы понимаете, наверное, сейчас такая концептуальная, что ли, режиссура, где режиссер диктует свои какие-то условия, быстро делается спектакль, нет подробного, всеобъемлющего разбора. Для чего, ведь как раньше, ведь спектакль не просто брался там, даже если, понимаете, в советские времена, ради какого-то юбилея, но все равно через себя, пропуская через свое нутро, через свое видение мира и понимания, все равно игрались великие спектакли. Почему снимались такие прекрасные фильмы в советские времена? Почему сейчас, допустим, спектаклей таких нет? Хотя есть и сейчас, наверное, и Бутусов, я хожу на различные спектакли, смотрю, есть что-то. Действительно, есть тот же Марчелли, который вот мы вспоминали. Замечательно, он привозил много спектаклей в Москву, и я приходил, смотрел. А вот смотри, вот в то время, да, когда ты вот как раз только начинал, наверное, в Москве, я был просто фанател от московских театров, я ездил, там брал лишние билетики, все это передо мной стоит перед глазами. Я помню, как я смотрел «Историю лошади», да? Я стоял на третьем этаже, где-то одна нога моя была у кого-то на плече, там лежала, там где-то зажатая международная. И вот в таком состоянии, да, вот я смотрел «Историю лошади». И был абсолютнейший катарсис. То есть вот это вот такое, да, очищение через боль, которую ты испытываешь. Вот ты можешь вспомнить, чтобы сегодня на каком-нибудь спектакле ты испытал катарсис? Не обязательно в твоем театре. Ну, вы знаете, я фанател, и действительно мне, как вы сказали, Алексей, простите, что я вас все называю на «вы». Да, мы уже знакомы-то больше 30 лет. Да, мы знакомы, но тем не менее, все-таки официально... И по Москве ходили, и по Кремлю ходили. Мы разговариваем где-то с тобой отдельно, говорим друг другу «ты», а здесь все-таки такая... У меня, может быть, привычка такая уже, все равно официально обращаться к людям на «вы». Поэтому уж ты меня прости, пожалуйста. Вот. Для меня был великий режиссер, и, наверное, и останется до конца жизни Валерий Романович Беликович, с которым я проработал первое, так сказать, мое крещение в Амхате было с режиссером как бы условного театра, если мы о нем заговорили. Это для меня, ну, потрясающий человек, мой великий друг, мой учитель, потому что я поступил, когда на режиссуру, я поступил в ГИТИС и в мастерскую как раз с Беликовичей, закончил у него 5 лет отучившись. Вот. Это удивительный человек. И вот в его спектаклях, казалось бы, в спектаклях условного театра, потому что у него, так сказать, условные декорации, никогда он не тяготел к каким-то стенам. Бережки не втыкал. Никогда у него этого ничего нет. И, тем не менее, настоящее потрясение я испытываю на его спектаклях. Вот тот же, я не буду там приводить и «Гамлет», и «Мастер и Маргарита», и «Ромео и Джульетта», которые у нас шли. У меня, я еще играл, помню, у нас Казьма Минин-Сухорук по Островскому, он делал спектакль, где я играл Юродиву, Гришку Юродиву. Оказалось, такая маленькая роль. Но, тем не менее, она настолько уродива, он копеечку там просит, ходит там, собирает копеечки, потом отдает на борьбу с теми поляками, которые автографируются. В общем, изумительная пьеса сама по себе, трогательная. И вот оказывается, и в таком театре тоже можно испытать катарсис и довести. Но это если при условном декорации безусловное актерское существование. Если оно есть, если вы подключаетесь, если режиссер имеет, понимает, что он не просто, так сказать, отсутствием декораций или раздетых артистов, он хочет что-то, так сказать, апатаж какой-то произвести, а перевернуть душу человеческую, перевернуть сознание, помочь людям плакать. Это сейчас вот после премьеры «Трех сестер» эта замечательная фраза так прозвучала, что артист, что он так ангел, который есть, который должен помочь зрителю плакать. Отлично. Это потрясающе и великое. Но также и помочь людям по-настоящему посмеяться, посмеяться над собой, над своими пороками, над своими недостатками. И тогда это театр. Если этого достаточно будет на коврике, вышел коврик, и все-таки воздействует актер. Но для этого нужен внутренний разбор. Для этого нужно знать зрителя. А не только коврик. Этого коврика, к сожалению, мало. Нырнем мы сейчас еще раз в самое детство. И упомянутого тобой приятеля сейчас мы посмотрим. Миша, очень рад видеть тебя и твой театр в Брянске. Наконец-то сбылась твоя мечта, и ты приехал на свою родину. От всей души передаю тебе привет от твоих друзей, знакомых, земляков, твоих одноклассников. Рад тебя видеть. Мы все тебя уважаем, ценим, восхищаемся твоим талантом, твоей душой. Миша, где ты, там всегда радость, смех, улыбки. Ждем тебя в гости. Приезжай со своей семьей. Всегда рады. Двери моего дома для тебя всегда открыты. С уважением. Мой друг Владимир. Ну, замечательно. Действительно, мой друг. Замечательно, потрясающий мой друг, который действительно меня всегда встречает. Который мне всегда рад. Который обязательно я поеду, съезжу. Каждый год я к нему приезжаю. И, кстати, он великий театрал. Он практически пересмотрел все спектакли Московского художественного театра. Но в последнее время, может быть, он меньше как бы приезжает. Но так он всегда приезжал. И человек с ранимой и творческой душой. Что очень редко, я вам скажу. Потому что у меня есть многие генералы, допустим. И высокопоставленные начальники. Которые не особенно любят. Вы знаете, приходят, так сказать, Дань. Но, тем не менее. А вот есть из высокопоставленных начальников, есть люди, которые действительно очень любят театр. И вот хочу сказать несколько слов о Александре Васильевичу Богомазе. Это же безгранично творческий человек. Его творчество, оно ведь, казалось бы, не потому, что он там столько спектаклей пересмотрел. Или безгранично он любит театр. Оно в нем живет. Я вот, я сколько вспоминаю, я прихожу на поле. Вы знаете, как он любит землю, как он любит колоски, как он любит песни. Он безгранично любит песни, безгранично любит... Вот приезжает, он мне начинает рассказывать про поле. Мы с ним едем в поле. Он рассказывает, как растет эта свекла, как растет пшеница, как растет кукуруза. Это, вы понимаете, это можно заслушаться. Это тоже творчество. Если его заснять во время, чтобы он не видел только про эту любовь, его безграничную, я верю, что он сможет все-таки для области сделать вот при этой своей любви к полю, любви к земле, это перекликается с любовью к родине у него безгранично. Но мало это еще умный человек. Вот я не настолько умен, допустим. Я все-таки творческий там у меня... Хотя он удивляется, как ты столько текста, допустим, можешь выучить. Это потому что великое... Если я начну текст говорить, я буду трое суток говорить свою роль с различных спектаклей, трое суток, буду говорить. Это точно текст. Это никакая приблизительно своими словами. Это точно слово в слово текст. Запомни. Это как-то удивительно. А я удивляюсь, как он умеет, Александр Васильевич, как умеет считать. Он потрясающе... И все посчитал. Как это удивительно так посчитать. Кто сказал, что губернатор – это не творческая специальность? Нет, творческая безграничная. Но я думаю, что это с нашей родиной. Это наш Миленск. Это все-таки его отец Василий Титович, который был действительно великолепным учителем. И у нас же еще там есть... У нас же вообще уникальная школа. Миленская средняя школа – это уникальная школа. Она выпускает героев России. Она выпускает губернаторов. Такой школы... Больше я не знаю, есть ли такая школа, да еще простая, деревенская, обыкновенная школа. Замечательный там директор сейчас работает с нами когда-то. Так что потрясающие земляки у нас. И вообще наш Брянский край очень творческий, очень самобытный и очень удивительный. И я горжусь, что я родом из этого потрясающего края. И моя родина настолько прекрасна. Да, Михаил. Ну, вот, знаешь, мы сидели, час пролетел, в принципе, да, мы вспоминали. Я совсем не ставил себе задачу, чтобы ты рассказал какие-то театральные актерские байки. Этого хватает добра у нас, и когда собираются, и бог с ним, и не надо. Мы просто... Задача нашей программы погрузиться немного в ту атмосферу, повспоминать так хорошо. И сейчас, когда близка к завершению наша сегодняшняя встреча, мы всегда завершаем ее таким небольшим видео по скриптуму, где телезрители, уже познакомившись с тобой, они другими глазами посмотрят на практически те же самые фотографии, те же самые видеофрагменты. Будем надеяться, что под другими глазами. Посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Одних только планов, одних только премьер намечены 15. Это только официальных, а сколько еще неофициальных, а сколько проб, сколько, так сказать, поэтических вечеров, а философских клубов. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок